Вот этот матч же класснее, чем финал Лиги Чемпионов. А давайте о ерунде или хорошей, или просто помолчим. Я вчера просто был поражен. Ленине очень слабо по мне играл. Надо было Сафонова выпускать под пеналь. Это экспертная оценка вот где-то такого уровня. Ты все еще не в футболке Зарема. Я буду в футболке Зарема. Обещаю. Здесь вообще ничего плохого не вижу. Что ты будешь думать о Динаме? Я не хочу говорить это вслух, потому что они смотрят нашу программу. И так будет с каждым, кто пройдет в студию итогов в следующем сезоне. И поднимет кубок над головой. Друзья, это итоги, последний выпуск сезона. Сегодня мы будем говорить о суперфинале Фонбет Кубка России. Тимур Гурская, Севастьян Царлецкий, я Александр Дорский. Сегодня у нас такая небольшая компания. Междособойчик сегодня у нас такой. Междособойчик у нас. Междособойчик, мне кажется, у тебя вчера был ход. Вчера у меня был общественныйособойчик. Ты шутишь, как Сева в начале шоу про медиалигу. В общем, сегодня мы действительно будем в основном говорить про матч Краснодарца СК. Который, я думаю, что нас сильно порадовал. Вообще, какие эмоции главные у вас остались после вчерашнего матча? У меня главное впечатление – это болельщики Краснодара. Их было прям очень много. Сколько много, Сев? Ну, говорят, что приехало чуть ли не автобусов 10. Ну, это не много. Нет, ну, смотри, на стадионе они смотрелись прям реально массово. И мне кажется, ну, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, это один из самых массовых выездов. Ну, тысяч 50, да, было на матче? Ну, они официально, типа, 54 тысячи. Ну, я думаю, поменьше. Реально было поменьше. Ну, тысяч 10 было болельщиков Краснодара? Я не знаю. Ну, вот, как бы, знаешь, визуальных было прям очень много. И ты пока шел до стадиона, много их встречал. И на трибуне они сели очень так… Кучно. Кучно, да. И у них были флаги. Это было красиво. Там было много детей. И ты понимаешь, что вот они реально с детства болели за тур, к сожалению. Ну, они эмоцию давали, особенно в серии пенальти, конечно, такая живая была эмоция. Потому что, ну, мы понимаем то, что из-за фанайди именно активные фанаты ЦСКА бойкотировали. Там, конечно, пытались как-то кричать, но это было не совсем то. Ну, да. Если говорить про серию пенальти, то выбирал же как раз ворота, в которые будут бить Эдик Спирциан. И он специально выбрал эти ворота, потому что… Счастливые ворота Агенфеева специально выбрал. Ну, получилось, что так. Получилось, что так. Тимур, вот у Сева главное впечатление. Слушай, у Сева единственный из нас, кто был. Ну, да, да. У меня главное впечатление, честно, знаешь, ну, как бы, я давно не видел, чтобы финал Кубка России был так ожидаем. Он так обставлен… Ровно с последнего. Не-не, к тому, что, ну, как бы, казалось, что матч Динамо-Спартак, это, как бы, ну, это было очень круто, и это был апогей, как будто бы. Но вот этот Фонбет Кубок России, как бы, Фонбет постарался. И из-за того, что «Зенит» там в пятом туре чемпион стал, шестом там или седьмом, я не помню там детально, но когда-то мы уже в десятом туре поняли, что чемпионат закончился. Как бы, Кубок России вышел на первое место по интересу. Ну, а год назад было то же самое. Ну, и год назад было то же самое. К тому говорю, что Кубок России приобретает какой-то окрас, когда от команды понимают, что вот за это можно бороться. Поэтому я и говорю, что надо реформировать. Чемпионат? Да. Его все равно выиграет «Зенит», даже реформированный чемпионат. Ну, хотя бы мы об этом не будем знать за месяц до конца сезона. Ну, кстати, абсолютно не факт, потому что, когда был переходный чемпионат 11-12, «Зенит» выиграл примерно за месяц до конца. Не, ну, возможно же, например, всякие разные системы, не обязательно это третий круг, может быть, это и какой-то мини-турнир четверки, первый. У нас вчера в гостях был Сергей Анохин и сказал, что, скорее всего, на следующий год будет нововведение, что не будет финала «Пути регионов». Ну, не то, что «Пути регионов», по сути, второго этапа финала «Пути регионов». То есть, если кто не смотрел вчера эфир, давай объясним, что в следующем году, как сказал Сергей Анохин, точно не будет матча между проигравшим финалом «Пути РПЛ» и, соответственно, победителем «Пути регионов». То есть, вот матч, который был в этом сезоне Краснодар-Урал, его не будет. То есть, по стране, справедливо ли это по отношению было бы к тому же «Уралу», если все из «Пути РПЛ» получали второй шанс, а «Урал» бы не получил? Ну, послушай, Сев, тогда получается, что финалист, условно, ЦСКА, которая в этом году все матчи выиграла, могла вчера проиграть финал, и что у них нет второго шанса живого выиграть? Ну, ЦСКА выиграл не все матчи. Ну, я имею в виду по группе, в группе. ЦСКА и в группе не выиграл все матчи, и ЦСКА не выиграл все матчи в плей-офф, потому что ЦСКА проиграл Краснодару в первом этапе гостевой матч, Эдик забил со штрафного. Ну, а перед тем, как мы начнем обсуждать матч, я напомню, что по промокоду «Бро», который есть в закрепленном комментарии, вы можете получить 2000 фейрбетов, регистрируйтесь на фанбете, играйте и выигрывайте. Потому что, несмотря на то, что сезон уже, по сути, закончился везде, футбол не заканчивается никогда, и будут матчи сборных сейчас. И в том числе будут играть те, кто играл вчера в суперфинале Фонбет Кубка России. Давайте посмотрим на состав Краснодара, потому что это было, наверное, самое, с одной стороны, ожидаемое, вот эта предматчевая история. С другой стороны, наверное, все-таки самая неожиданная предматчевая история, она случилась, собственно, тоже здесь. Слушай, ну, ты, наверное, из-за вратаря, да? Ну, нет, я из-за того, что вышел Артюнян или не Вячеслав Литвин. Слушай, у меня, честно, у меня, честно, у меня два, как бы, две истории поразило. Меня поразил выход Ионова, который фактически уходит из клуба. Я объясню просто потому, что он уходит из клуба. И понятно, что там, наверное, могли найти для него мотивацию хлопнуть дверью, но, как бы, парень знает, что он не остается, он, как бы, уходит. Он как будто даже сам уходит, то есть он заявил, что Ивич был не против, чтобы он остался, но он хочет больше играть. И, насколько я понимаю, он окажется в Ростове? Скорее всего, что в Ростове, но я думаю, что там была не совсем так история. Мне кажется, что он бы согласился бы и на это игровое время, если бы ему подтвердили бы зарплату. Ну, я правильно понимаю, что Ростов перебил по деньгам? Ну, я думаю, что последнее предложение Ростов просто повторил. И он посчитал, что при таком же условии он лучше будет играть в Ростове, где у него будет больше игрового времени. То есть, если он не выигрывает по деньгам ничего, соответственно, тогда на первое место еще выйдет игровое время. Конечно, максимально нетипично сейчас то, что футболист уходит из одного клуба, который не летает, в другой клуб, который тоже не летает. Но Ионов играл в Ростове. Да, он же, во-первых, был Ростове, во-вторых, он понимает требования Карпина. Я думаю, что здесь именно вопрос того, что он считает, что он хочет поиграть. Потому что, насколько я знаю, из краснодарских источников, он реально сейчас готовится к матчу и тренируется, как он в молодости не делал. Это 100%. Как раз я хотел вспомнить молодость. Я когда видел комментарий Алексея по поводу его ухода, и там была подводка, что 34-летний полузащитник Краснодара, я такой, блин, он же только что Виону забивал, когда ему было 17. Хорошо, Тимур, я хочу тебя похвалить тут неожиданно при обсуждении состава Краснодара, потому что несколько недель назад в этой студии ты сказал, что Алла Сигун попросил трансфер, и, собственно, после этого матча он тоже объявил, что он уходит. А его выход с этой точки зрения, с учетом того, что тоже, как он сказал, внутри все знали, и некоторые игроки расстроились. Тебя не удивило, что он... Честно, меня удивило, потому что тогда, когда он это первый раз сказал, и его агент попросил у клуба выставить его на трансфер... Но он сказал, что это внутри команды, видимо, потому что в паблике это просто... Вообще никто не... Кроме тебя, кроме твоего инстаграма. Естественно. Вопрос в том, что он тогда вообще, помнишь, был момент, когда он вообще перестал подать состав. Это было в начале весны. Да, там играл Батчи на этом позиции. Или Мозос. Или там Мозос, да. И поэтому, ну, видишь, подошло время. Скорее всего, он понимает, что у него игровое время не увеличится. Наверное, я не знаю. Просто, может быть, ему тоже он устал от этих переездов. Потому что ситуация точно в ближайшее время не улучшится. Поэтому переезды эти останутся. Посчитал, что... А я думаю, еще, наверное, есть у него какой-то вариант. Я думаю, просто у него еще какой-то вариант есть. А что в Европе? Да, я думаю, что какая-нибудь там Турция или Ближний Восток у него появилась. И, может быть, у него, поэтому, как бы, у него не очень большая была, насколько я знаю, зарплата в Краснодаре. Поэтому наверняка... Типа? Слушай, ну, я не знаю, Сев, я сейчас скажу цифру. Она, оказывается, неправда. Но я, как слышал, у него порядка миллиона рублей всего была зарплата. И, то есть, это, сколько это? 12, 15, там, 13 тысяч долларов. Я сейчас думал, ты в 12-13 выпусков итогов исчисляешь. Нет, я думаю, что даже, ну, как бы, там, если... Просто я не знаю, в каком статусе он может уйти, понимаешь? За него, если платить, то Турция не очень любит это делать. А если за него платить не надо, я думаю, он себе легко команду пройдет. Но вот мы сейчас смотрим на состав Краснодара и понимаем то, что летом ждет большая перестройка. Потому что Алонсо, Рамирес, Алисигун, возможно, Спиртсян, Ионов, они все уходят. Да, да, Петров, я думаю, что будет игрок, скорее всего, в следующем году, ну, с запаса. Да, ну, я так думаю, что Волков там, скорее всего, будет игрок. Ты сказал, что тебя, в первую очередь, удивил Ионов, да, в стартом стае. Меня вообще не удивил, потому что мы очень детально разбирали матч Краснодарца СК две недели назад. И вот эту перестройку на 5-3-2, по сути, Краснодара в обороне, она была и в этом матче. Ионов самый дисциплинированный. И, на самом деле, то есть, в атаке мы от него привыкли, наверное, больше видеть физические работы. То есть, рывков, спринтов. Но он, на самом деле, же реально и дисциплинированный, и достаточно интеллектуальный игрок. И он, несмотря на то, что он игрок фланга, он может закрывать вот эту, в том числе, позицию центрального. Бровка вообще закрывает, да? Нет, третьего центрального полузащитника, что мы видели и две недели назад, и в этом матче. Меня, ну, понятно, меня удивил Сафонов. Не, ну, Сафонов это особая история. Но то, что играл Петров, а не Волков, меня тоже несколько... Ну, не то, что смущало, но это вот просто ты видишь состав, и у тебя возникает вопрос. Ну, смотри, я тоже задал такой вопрос, ты сам понимаешь, как бы я не выдержал, задал такой вопрос даже... Но я задал его сам себе, а ты... А я задал его не сам себе, потому что я на него ответить не смог, поэтому я задал его на того, кто может ответить. И они посчитали, что Волков в атаку пока хорошо, в обороне у него бывают огрехи. И в финальном матче, ну, то есть они поставили на то, что опыт, надежность Петрова, как бы здесь главное было... Здесь главное было, чтобы он от оборонки сыграл хорошо. Ну, как бы, чтобы Краснодар в этой зоне не допускал, как бы, потому что Волков часто бегает вперед, увлекается, с ССК могло бы это плохо закончиться. То есть Петров единственный, кто был в команде 2014 года, который играл в финале с Ростовом. С Ростовом, да. Ну, я хочу чуть-чуть вернуться. Ты знаешь, что будет дальше? То есть, смотри, мы понимаем, что уходит примерно, там, 50% игроков, которые претендовали на основной состав. Ну, или, там, 40-30. Это будет перестройка за счет своих резервов? Или они будут закупаться? Нет, смотри, они будут, конечно, конечно, если подтвердиться, ну, как бы, сейчас пишут, что якобы это свершившийся факт. Нет, подожди, Алонс сам говорит, я ухожу. Да, да, но смотри, я так понимаю, что... Подожди, когда он это сказал? Он все, вчера. Он это сказал в команде? Нет, нет, он... Сегодня, типа, уже выдали так как факт, что... Он это сказал в СМИ, что я покидаю... Нет, смотри, это правда было такое, Саня. Он, правда, сказал, что у него родился ребенок, супруга не хочет ехать в Россию, потому что ребенок маленький, тут, как бы, ему тяжело. Но, насколько я понимаю, у клуба есть четкая позиция, что он в свое время контракт не приостанавливал. Они пошли ему навстречу, когда год назад дали его возможность в аренду. Вот это очень важно с учетом новых правил FIFA. Да, то есть FIFA... Он уходил в аренду. Уходил в аренду в Бразилию в свое время, да, как бы добровольно. И добровольно вернулся, скорее всего, они за него какие-то деньги будут просить, хотя бы те, чтобы потратили. Ну, суть в том, что он тогда, после 24 февраля, уходил именно в аренду, а не приостанавливал контракт. Ну, он же уходил в аренду, он же вернулся. Ну, мы не знаем, как это на самом деле. Я тоже, как, слушай, документы я не видел. Это обделялось, что он в аренду уходит, Вандерсон в аренду уходит. Ну, Вандерсон потом перезаключил контракт с другой командой, да, и не вернулся. Да, да, Вандерсон воспользовался этим пунктом. И потому, что там многие трансферы... Стоп, Вандерсон воспользовался этим пунктом, потому что это заявлялось Краснодаром. Опять же, это не вопрос, почему так заявлялось, а это просто как факт, что и Вандерсон, и Алонс, они уходят в аренду до 31 декабря 2022 года. Ну, судя по... Я, честно, и вообще, честно говоря, забыл вообще, ну, как бы спросить по поводу ситуации с Вандерсоном. Вообще, я как бы... Нет, на Вандерсона в данном случае все равно. То есть, вопрос именно, имеет ли возможность сейчас Алонсо приостановить контракт? Вот вроде бы не имеет, как бы. Как мне вчера сказали в клубе, потому что мне вчера, честно, Сева позвонил, сказал, что такие разговоры ходят, что Алонсо больше не хочет вернуться. И сегодня это стало достоянием, как бы все вышло в прессу, что Алонсо в открытую сказал, что он возвращаться не хочет. Слушай, я не знаю, это сейчас вопрос, как бы, не к нам, вопрос к клубу. К нам вопрос, что у них и так была проблема с центральным защищем, да? Теперь, как бы, да, понятно, Арутинян сыграл неплохо, даже, скорее, для 18-летнего парня отлично сыграл. Я вообще не согласен, но давай мы обсудим чуть-чуть. Ну, окей, но я все равно говорю, что ключевой защитник, то, что они выступили так весной, это был Алонсо. Конечно. И то, что Алонсо у них есть, и потери Алонсо, я думаю, что если они попытаются внутренним резервом как-то восполнить, это будет то, что они имели по осени, когда вратарь должен был с жопы не вставая по 15 сейвов делать за игру. Вам не кажется, что в данных условиях вообще нереально взять такого защитника, такого уровня, который будет согласен ездить вот эти все переезды? Сложно сказать, Сев, смотри, здесь как бы вопрос такой, что все-таки мы сейчас говорим о рынке, который они нашли его в Бразилии, да, как бы Алонсо, и бразильский рынок сегодня все, для России он закрыт, потому что в Бразилии платят хорошие деньги, то есть Бразилия легко платит миллион долларов зарплату, соответственно, в России надо платить два. В России мало клубов, которые сейчас, не имея еврокубков, готовы платить такие бешеные деньги, кроме трех московских клубов. Мне кажется, не то, что рынок закрыт, а вопрос скаучинга, то есть рынок открыт, но он тяжелый. Тяжелый, но есть рынок Аргентины, есть рынок Колумбии, есть рынок, допустим, там, не знаю, Эквадора, который сейчас... Рынок Колумбии, это тоже тяжелый рынок Колумбии. Это не по трансферам, да, уже просто рынок. Но смотри, сейчас две страны, которые резко стартанули по молодежному футболу, если вы видите, Эквадор, который сейчас прям здорово играет в молодежном футболе, плюс... Ругвай. Нет, ну Ругвай тоже очень сложно. Ругвай вчера был финал чемпионата мира. Они взяли. Они выиграли финал чемпионата мира, и, как говорил комментатор, не знаю, ну я не вдавался в подробности, но там чуть ли не полсостава уже топ-клубами расписано. Топ-клубами. То есть там парнишка один в Вильяреал едет, один в Ригерплей едет. Это даже с учетом Еврокубков было сложно. Да, это сложные рынки. Но Эквадор, Венесуэла пока нам доступны, но африканский рынок... Слушай, я не знаю, Алонсо... Вот смотри, мы видим, сколько получается. Роша, Алонсо и... Мозес. Нет, я имею в виду центральных защитников, которые приехали в Россию, в принципе. Ринан. И этот парень, который сейчас был в Сочи, сейчас, извините. Родригал. Родригал. Родригал приехал до Родригал, приезжал под Лигу Конференции. Не, не, Саня, я к чему говорю? К тому, что есть... Родригал приезжал и есть чемпионат в Бразилии. Ну, есть, а в Латинской Америке можно найти центральных защитников. Почему ты... Фернандес, Роберт Ринан. Но Ринан, Ринан, Зинитова брал за дорого. Плюс какой-то там страшной схеме, какая-то там отношение, близкие отношения с клубом у них. С Каринькин, видимо, за элентом. Ты нам тут прям разносил и Моричали, и Фернандеса, но это все равно попасть очень тяжело. Ну, согласен, Сев. Ну, подожди, здесь какой вопрос? Роша, Алонсо, Родригал приехали опытными футболистами. Берут Фернандеса, он еще достаточно молодой парень, может быть, через два года он чуть окрепнет и будет получше. Ну, то есть, как бы... Или Эдуарте, Эдуарте сколько там, 21 год или сколько Эдуарте? Ты говорил, что ты очень много смотрел с Аэропортене. Ладно, давайте мы это обсудим в трансферной, которая у нас по-любому будет в межсезонье. Вчера, кстати, Алонсо, единственный игрок Роснодара, который вот именно подошел вплотную к трибуне и отдал свою серебряную... Давай посмотрим тогда, у нас есть это видео. Давай обсудим вратаря Краснодара. Я, ну, смотри... Давай, ты по-любому задавал вопрос. Задавал вопрос. Ну, смотри, мы же в этой программе говорили и неделю назад, и две недели назад, что большая проблема будет у тренера. У тренера будет большая проблема, кого ставить в ворота. Потому что Акацев сыграл три последние игры, прямо здорово. Ну, прямо на пятерку, да? Ну, хорошо сыграл. В Канаде две. Да, и на кубок, по-моему, одну, да? С Краснодаром, с ЦСКА он, собственно, играл. Да. И с Ростовом он играл. И вдруг выходит на игру с Ахматом, как мы предположили, что это был ввод Сафонова. Потому что иначе бы три недели у него было бы прошлое. Да, и мы видим вот эту чудовищную ошибку, которая, ну, я не знаю, я не знаю, но я не знаю, как бы, как бы, всегда говорят, что у вратарей, вратари-то особая, там, субстанция, как бы, но сделать вертушку во вратарской, я не знаю, это как... Особая субстанция применительно к людям звучит не очень. Ну, хорошо, особые люди, вратари особые люди. Тебя удивило, вот меня, я поразился, то есть я был уверен в начале матча с Ахматом, что если стоит Сафонов, значит, он играет и в кубке, и, на мой взгляд, вот по этой теории в моей голове, я надеюсь, что будет возможность спросить об этом у Владимира Ивича, что именно ошибка вот этого последнего матча с Ахматом, она стала определяющей. Ну, мне сказали вчера, что да, что эта ошибка стала определяющей выбором игрока на финал. То есть вопрос этот Владимиру Ивичу теперь можно не задавать, но... Ну, ты можешь его задать формально, он тебе, может, свою версию скажет, но... Мы с тобой вчера, когда обсуждали, ты говоришь, что надо было Сафонова выпускать под пенальти. Ну, мне как-то, знаешь, ну, слушай, я согласен с тем, что возьми Акацев этот пенальти, который там от руки отлетит. Изначально ты просто сказал, что по Акацеву было видно, что он задрожал вот в моменте... Мне показалось, слушай, я, может быть, это я все выдумываю, Сев, потому что вот этот был, там, когда оставалось минут пять до конца, вот эта передача там на сколько-то, на 50 метров от Гаеча, по-моему, которая забрасывалась на Чалова, когда Рутинян показывал, что, ну, как бы, вообще очевидно было, что должен выходить Акацев, он остался в воротах, но мне показалось, что, ну, как бы, парень ждет пенальти, и это будет напряженно. Может быть, это выдумываю я, потому что мы натягиваем же там... В первом тайме был очень похожий момент, когда Абляков забрасывал на Чалова, Акацев тоже дернулся... И остался в воротах. И в итоге, не, не остался в воротах, то есть и поэтому так получилось, что Федя срезал мяч, ну, даже это акцентированным ударом было сложно назвать, то есть он срезал мяч ему в противоход, А, все, когда он там... Это были похожие моменты, вот когда он, по сути, ну, не пошел до конца и не остался, с другой стороны, на линии, но первый случай он подтащил, в втором случае просто не попал по воротам игрок ЦСКА. Хорошо, тут с составом персонажа более-менее разобрались. Состав ЦСКА, и там тоже было достаточно много неожиданностей, если мы берем вообще там, допустим, всю весеннюю часть сезона, или там вообще весь сезон, состав полностью, с одной стороны, повторяет матч с Ростовом, 30-й тур, с другой стороны, нету, ну, основного игрока в центре поля, Мендеса, нету Гаича, который вообще оказался безальтернативным вариантом на правой фланг, если там есть какая-то альтернатива, то это Глебов, а не Набабкин, и вот Федотов выпускает в такой состав на финал Кубка. То есть меня больше всего здесь удивил, конечно, отсутствие Мендеса. Ну, не знаю, он и Куевиша, он сделал здесь и Кучаева поставил, да, там на позицию Мендеса, как бы. Ну, Кучаев в первый тайм играл хорошо. Почему тогда его заняли? Я вот, слушай, я вот, сидя здесь в студии вчера, ну, я был уверен, что, наверное, что-то у него какая-то... Травма? Травма, да. Карточка. Карточка, может быть карточка, может быть травма, но потому что он первый тайм реально играл хорошо. Он первый тайм как раз, вот здесь, здесь как бы я, я не люблю, когда меняют лидеров команды, честно, я не люблю, я всегда жду, что они все равно, вот придет момент, и они выстрелят. Как бы Обляков, который там весну провел блестяще, он этот, конечно, матч этот проводил, честно говоря. Ну, честно говоря, вообще, мне кажется, последние тоже недели три Ваня уже не так ярко. И когда его меняли, там было видно, что по лицу, как бы, что он там, ну, не знаю, что, как бы, конечно, такой матч и меняться не хочется, потому что ты весь в азарте, ну, в итоге, слушай, в итоге победителей же не судят, в итоге Федотов угадал, он сначала вроде как бы вот этой заменой второй тайм начал Краснодар очень хорошо, и прямо смял их, и прямо до гола играл очень хорошо. Потом вот этот выход Заболотного, абсолютно упрощенный футбол, прямо как будто бы, как будто бы Абаскаль стал тренером, на секундочку, ЦСКА. И начались вот эти забросы, что Акинфеев стал выстреливать по 70 метров, и моменты появились, Саня? Собственно, это были последние пять минут и два удара ЦСКА после выносов Акинфеева. Первый, после типичной ситуации, когда угловой подает ЦСКА, потом идет вынос, соперник еще не успевает перестраиваться, Акинфеев закидывает туда. И вот почему я сказал, что я не согласен с тем, что Арутюнян сыграл очень хорошо. Потому что он проиграл борьбу головой два раза, да? Когда была первая ситуация, когда Акинфеев давал после углового, там было по сути четыре вообще игрока ЦСКА в зоне против двух игроков Краснодара. И Арутюнян поэтому выдвинулся туда, он проиграл верховое единоборство, и дальше уже, соответственно, из зоны, которую он бросил, вынужденно. Там был Чалов, Чалов... Промахнулся. Ну, должен был забивать. Ну, миллион процентов агазом был забивать. Второй момент, тоже Арутюнян проиграл верховую борьбу, честно говоря, не помню. Маленькому футболисту еще, что удивительно, меня удивило. Там какой-то маленький футболист, то есть мы сначала думали, что это Чалов был, то есть мы думали сначала, что это Заболотный, а потом это оказалось не Заболотный. Да, ну, Дивееву проиграл, ну, Дивееву, ладно, еще бог с ним. Но он вторую игру, по-моему, чуть ли не Зайнудинова проиграл, или там Мендесу проиграл. Ну, какому-то не очень высокому футболисту проиграл. Нет, стоп. Первый раз Дивееву я вспомнил, второй раз Заболотный выиграл. Нет, то есть он просто его отпустил. Он играл по Заболотному, а Заболотный чуть вперед убежал. Не-не-не, Заболотный. Заболотный? Сто процентов Заболотный, и Медина ударил. То есть вот у меня по этим моментам явные претензии к Рутиняну есть. Я думаю, что они очень важны для него. Да. Ну, если вот брать в целом игру, то есть мне кажется, что ЦСКА был острее, потому что в первом... Ну, первый тайм вообще... Мы уже сказали про моменты во втором тайме, и если брать первый тайм, то момент Кости Кучаева после стенки, момент Чалова после заброса Облякова. Не вообще ЦСКА играл первый тайм лучше. Как будто они вот вышли, и они должны были вложить всю свою мощь в первый тайм. Они прям первый тайм играли хорошо. Ну, вообще, как бы, знаешь, я услышал потом, что... Ну, не от того, кого ты думаешь. Я услышал, что Ленини сыграл неплохо. Но все равно, мне кажется, что для чего было ставить Черникова проверять в матче с Ахматом, если потом ты его не выпускаешь, и это одна из твоих главных звезд на такой матч. И в чем смысл было выпускать его на последние 10 минут, если он не бьет пенальки? То есть я тоже немножко не понял вот эту замену, в чем был ее смысл? Мне кажется, на последние 10 минут как раз таки все понятно, потому что если в начале второго тайма, собственно, и Краснодар гол забил, и вот, опять же, мы сейчас в том числе подводим итоги всего сезона. Осенью мы много, мягко говоря, нелицеприятно высказывались о Ленине. Сейчас особенно ничего не поменялось. Ну, может быть, тон чуть-чуть. Ну, не знаю, с натяжкой, с натяжкой очень. Подожди, подожди. Но вместе с Ленине приехал Жао Бачи из того же клуба, португальского из Шавиша. И в этой части сезона Бачи, мне кажется, один из открытий. Ты же помнишь, как была произведена покупка Бачи? На сдачу. Наоборот, Ленине на сдачу. Ну да, но вот эта схема, ты говорил, что... Да, то есть, как это наших друзей, группа называется? Ультимаспорт. Ультимаспорт предложила Бачи. Они как бы вели Бачи, и учитывая, что много матчей смотрели Бачи, а потом получилось, что ломается в последние дни Черников. Оставалось там сколько-то, два или три дня до конца трансферного окна. И уже учитывая, что дорожка была проторена, они там взяли Ленине. То есть, Ленине в долгую, по всей видимости, не готовили. Ну, и вот, скорее всего, Ленине, кстати, будет тоже одним из тех, кто покинет Краснодар. Ну, не знаю, вчера я так не услышал. Вчера я типа услышал, что, а есть ли смысл? Но Ленине очень слабый по мне игрок. По мне Ленине очень слабый игрок. И финальный матч, это не показатель. Финальный матч... Перемьемся к Чернику. Да. После второго тайма Краснодар владел инициативой, забил гол. Но последние 15 минут ЦСКА уже гораздо больше давил. И ЦСКА владел этим преимуществом. И казалось, что если может быть гол, то скорее в ворота Акац. А какая польза от Черникова игры головой? Ну, какая? Нет, я понимаю, что он вышел в маске. Не, не потому, что он вышел в маске. Он и без маски, это не его сильное качество, игра головой. Конечно, это сильное его качество. ЦСКА очень примитивно сделал футбол и все на навесо. Черников абсолютно нетипичный опорный полузащитник Краснодара. Не только потому, что когда он появился в составе, у него не было такой передачи, как она была у Кабаре, у Газинского, когда он играл шестерку у Ольсона. Но и тем, что он гораздо лучше играл головой, чем большинство из тех, кто играл опорника у Краснодара. Поэтому я абсолютно с тобой не согласен. Единственное, что маска, конечно... Ну да, маска, конечно, это немножко останавливает. Ну, как бы, просто если, допустим, он посчитал руководство, что он неплохо сыграл матч с Ахматом, мне кажется, что было бы, и зная его характер, что он боевой парень, и он будет биться насмерть за... Для него это непростой финал Кубка. Тогда надо было его и ставить. Хотя, слушай, сейчас, я говорю, что все, получилась такая лотерея, что забей пенальти Гаич. Не забей пенальти Гаич. И мы бы сейчас говорили пожестче. Пожестче, да. А может быть, они, наоборот, зная, ну, как бы, темперамент Черникова, и боялись его ставить с самого начала? Финал? Что он перегорит просто? Сев, ну, тогда это... Тогда можно было его не готовить. То есть, его надо было, тогда не надо было форсировать его подъем. То есть, понимаешь, парень с тяжелой травмой, там, у него одна травма, пару матчей, потом, так, вторая травма. Чего надо, зачем надо было тогда форсировать, подготовку его? Не, ну, вот у них были вот эти, сколько, две недели без футбола? Ну, один в десять дней. Две недели, неделя. Ну, чуть больше, по-моему, нет? Нет, ну, 30-й тур был в субботу. А вчера было воскресенье. Ну, я к тому, что, может быть, там что-то такое произошло, что они поняли, что еще рановато. Ну, не знаю, может быть, может быть. Я офигел, когда я смотрел, получается, в субботу видео с предматчевой тренировки Краснодара. И я там вижу очередного крашеного человека. Я понимаю, что это уже не Батчи, не Мозас, а это Кайо. И это же полностью не соответствовало разговору. Меркнула мысль, что Кайо может, да, появиться. И, видимо, да, Кади тоже оказался не готов. Ну, да, да. То есть, может быть, он был готов на 10-15 минут, но с учетом того, что последние минуты были под преимуществом ЦСКА, он, наверное, был не самым нужным игроком. Это к твоему вопросу, Сев, что у них есть. У них есть Мозас, на который выйдет там, ну, или Мойзас, как правильно, их. Мойзас есть у ЦСКА. Да, значит, там Мозас есть. У них есть свой, как бы, Кади, который выздоровеет, который тоже на контракте. И про трансферы. Да, про трансферы, да. То есть, у них там три игрока есть, как бы, грубо говоря, из-за основы. Но, конечно... Но, когда мы смотрим на состав ЦСКА, ты понимаешь, что здесь будет изменено в следующем сезоне именно по трансферам, по продажам, по кубкам? Потому что... Слушай, ну, мне кажется, что, конечно, они будут искать, наверное, скорее всего, одного крайнего защитника, скорее всего, и центрального нападающего. Мне все-таки кажется, что Заболотный, конечно, в этот примитивный футбол хорош, но мне кажется, что они будут кого-то посильнее искать. Почему-то мне это окажется. Я думаю, что будет такой поиск, знаешь, посложнее. И с учетом, в том числе, тренерских предпочтений Федотова, который любит универсалов. Да. Ну, а какой тренер не любит универсалов, с другой стороны. Но мы знаем, что у Федотов просто активно пользуются этим универсализмом футболистов, в том числе. Поэтому составу ЦСКА, Баха, Мойзос, Роша может играть страхующий, может играть правее. Поэтому тут могут быть варианты. Я думаю, что в атаку будет приобретен не центральный нападающий, а игрок, который может закрывать и девятку, и инсайда. То есть, ну, такой, как Чалов. А еще один такой игровик, думаешь? Что будет? Ну, просто мне кажется, что ему нравится схема, когда у него есть такой вот таранный нападающий. Ну, мы с тобой это обсуждали. То есть, Кассиера, Кассиера, не таранный нападающий. Ну, Кассиера, не таранный нападающий. Но и при этом даже там деспот, ну, достаточно техничный для своих габаритов. На самом деле, ну, Антон тоже может иногда что-то исполнить. Поэтому не знаю, не знаю. И я жду развития в следующем сезоне ЦСКА, какое было в Сочи. То есть, вот в первом сезоне они играли достаточно просто, там, с точки зрения, опять же, игры на заболот. Но во втором сезоне, когда появился Родригау, когда начал много играть Прохин, когда появился Кассиера, они очень много владели мячом. И вот эта тройка в центре поля, Цалагов, Юсупов, Нобуа. Я помню этот спорт с Владимиром Быстровым по поводу примитива Игоря Сочи. То, что они играли вторым номером. Я абсолютно не согласен. Я жду вот примерно такого же развития ЦСКА во втором сезоне. Слушай, ну вот как будто бы сейчас, если на сегодняшний день брать, одна-две какие-то усиления ЦСКА, и это будет команда, которая, ну я не знаю, сколько она там будет бороться от Зенита. Это зависит от того, что произойдет в Зените. Но как бы это команда, которая точно будет в тройке опять. У них самый сбалансированный состав получается. Кстати, а если по Зениту говорить, вот там, сегодня я почитал в телеграм-канале, в Зенитовском кафешке, про то, что после вот этого запрета FIFA, ну то, что теперь нельзя легионерам уезжать, все, пропал весь интерес ко всем бразильцам. Конечно, потому что они будут стоить дорого. Плюс вопрос даже не в том, что они стоят дорого. Они, во-первых, стоят дорого, во-вторых, надо знать бразильцев, они не пойдут на сокращение зарплаты глобально. То есть для них, я еще раз говорю, и всегда это говорил, и Саша там подтверждал как бы изнутри, они, в принципе, не несчастны в Питере. Они довольны с жизнью. Ну не, подожди, ну зимой они прям просили. У тебя есть личный повар, личный массажист, сауна в квартире. Подожди, каждый день у тебя ни одной секунды задержки зарплаты. Причем, я сейчас описываю не жизнь бразильца в Зените, а реально твою квартиру. Саш, ну ты же сам говорил про то, что зимой прям были настроения, особенно у Клаудинио, да, как я понимаю, в Венделе. Нет, только у Вендела. Вендел не приехал вовремя на сбор в Дохо. По причине того, что он такой человек. Да, Вендел просто выпадает из этого. Надо понимать, что действительно вот такой группировки, как бразильцы Зенита, ее на самом деле в команде не существует. Есть Родригао и Дуглас, которые общаются между собой. Ну потому что они, наверное, постарше. Ну видишь, они постарше, то есть Дуглас 94-го, Родригао 95-го, а эти, допустим, основные 97-го. Ну не так-то сильно разница. Нет, я думаю, просто по темпераменту. Они абсолютно разные люди, да, то есть Малком, Клаудинио. Может они кайфарики, значит они будут. Малком, Клаудинио, они кайфарики. Вендел, он на своей волне, то есть, допустим, даже сложно с ним вообще вести коммуникацию. Я говорю, я за три года, вот я был у нас, когда в Катаре, я первый раз вообще, я вообще не знал его голос, я понял даже. Ну, в Спартаке было так же. Ринан, Ринан очень молодой. В мое время в Спартаке было так же. Очень сильно выпадал из этой тройки Фернандо, потому что он был вообще семейный. Жена прям приезжала, брала его за шкирку домой, и он вообще с этими не тусовался. С тобой? Ну, со мной и с Луисом Адрианом. Поэтому эти... А вы танцевали с Луисом Адрианом? Да. Я надеюсь, ты мне покажешь эти видео. Да, покажу. В общем, есть еще Монтуан, который, грубо говоря, между Малкомом и Клаудинио и Ринаном. То есть он, наверное, как связующее звено, и с учетом того, что Монтуан, скорее всего, останется в «Зените», в этом смысле он тоже важен. Окей, но ваши прогнозы, они остаются все теперь? Ну, вот как ты вообще можешь представить, что кроме, например, какого-нибудь Аляхли или Алятихада, кто-то сможет «Зениту» сейчас заплатить 40 миллионов? Все команды чемпионата Саудовской Аравии, там же будет рекомендовать чемпионат. Не, ну, а хочет ли Малком поехать в Саудовскую Аравию? Понимаешь, для клуба АПЛ, допустим, это небольшие деньги. Большие? 40 нет. Ну, они могут все это позволить. Ну, подожди, 40 да, но у него 6 зарплат, а это уже 13, это уже 12. Если брать АПЛ, вопрос по переводам. То есть я думаю, что с учетом ухода Месси, и, допустим, там, если уйдет Неймар, пассажир может вернуться за Малкомом, ну, они подписывают Асенсию, допустим. Ну, понятно, свободным агентом, но, очевидно, там на большие подъемные и немаленькую зарплату они подписывают, ну, достаточно странных игроков там в центр. Ну, они сейчас за Бруно Сильва пошли, типа, что они хотят его купить. За Бернарда Сильва. За Бернарда Сильва, что они хотят его за любые деньги купить. За Бернарда Сильва, то, конечно, я думаю, что пассажир может вернуться за Малкомом. Ну, пассажир все равно, мне кажется, если сейчас потеряет Неймара, то они, конечно, пойдут за большей звездой, чем Малком. Ну, мне кажется, что это непростая сделка. Им нужна именно имиджевая будет звезда. Ну, конечно, пассажир это же не просто как бы... Большая звезда, чем Малком, это только Олег Веретенников. Два гола разница в историческом разрезе. Вот, поэтому я вот сейчас, вот в сегодняшнем разрезе, что происходит, я не вижу, что будет, кроме действительно, если Венделл только будет прямо ходить и гундосить, что он хочет уйти, то Бариус никогда это не говорил. Дуглас Сильва никогда это не говорил. У тебя все Сильва. Дуглас Сильва, ты как Чурданцев, когда он Дуглас Коста говорил. Подожди, но Венделл и Клаудиния, это, во-первых, дешевле и зарплаты меньше. Это проще. Ну, смотри, сколько мы думаем зарплату у Венделла? Ну, если Андрей был в прошлой программе у нас здесь и сказал, что его приятно удивило. Ну, до переподписания, да? Ну, три у него это. Ну, три, ну, хорошо, а кто ему даст сейчас? Даже Венделла переподписывали? Да, всех переподписывали, да. Ну, Венделлу, допустим, три. Сейчас кто ему в Европе даст шесть? Ну, зачем шесть-то? Ну, чтобы налоги 50% платить. А, ну, ты имеешься с налогами, да. Ну, да. Понимаешь, тоже так. Налоги тоже очень важная история, на самом деле. Ну, да, теперь они как граждане России там платят копеечные налоги. Или, я думаю, за них клуб платит эти налоги? Нет, нет, Тимур, это особо не влияет. Там надо реально изучать налоговое наблюдательство. Ну, короче, вопрос в том, что у них, за ними может прийти действительно теперь появившийся там страшный рынок по деньгам, который убивает всех Саудовской Аравии. Ну, я так понимаю... Ну, будет какая-то схема с Халком в Китай. Я думаю, ну, может быть, это возможно. Вот это возможно, потому что Саудовская Аравия, я думаю, что на ближайшие пять лет стала угрозой всем звездам. Потому что они... Как жаль, что во времена вот этого китайского переселения не было программ, в которой бы ты также заявил, и мы бы посмотрели. Ну, видишь, Китай... Что случилось через два-три года. А почему? Ну, подожди. Там был абсолютно непонятный столь. Здесь Саудовская Аравия за чемпионат мира бьется. Тридцатый год, да. Да, и я думаю, что наверняка, учитывая их влияние... Тем более, как мы понимаем, для вот этих ребят деньги очень важны. И если им предложат побольше, они поедут. Ну, конечно, да. Конечно, да. Вы просили, чтобы Сева говорил побольше. Понимаете, вот мы обсуждаем сейчас суперфинал, и опять зарплата Малком. Опять зарплата Малком. Поэтому... Ну, а что в итоге обсуждать по суперфиналу? Вообще, ну, смотри, ну, здесь как бы накануне мы видели другого как бы уровня, финал, да. Картинка была тоже очень сложная. Меня вот это бесило, честно говоря, когда Миша Масаковский, которого я очень люблю, подходит и спрашивает комментарии там у Акинфеева, у Дивеева. То есть сразу после матча он говорит, а что, вот этот матч же класснее, чем финал Лиги Чемпионов? Да нахрена это спрашивать? Ну, то есть нахрена вообще это сравнивать? И тем более... Ну, мы же любим все сравнивать, что наша лучше. Тем более, сразу спрашивать об этом у игроков, которые только что выиграли трофей. Ну, мне кажется, это очень странно. И мы чуть-чуть обсудим финал Лиги Чемпионов, но давайте сначала несколько цитат Александра Дюкова, послушаем, с которым Сева вчера пообщался. Сева вот сказал, что главное его впечатление – это болельщики Краснодара. Давайте послушаем, что Александр Дюков сказал об атмосфере всего финала. Смотрите, мы обсуждали, говорили о том, что количество болельщиков в этом году было меньше, но это не из-за системы, не из-за СИП, соответственно. Это причина является той причиной, с которой столкнулся футбольный клуб «Торпеда». Есть ограничения по посещаемости лужников, соответственно, она была 15 тысяч, нам удалось договориться о увеличении до 55. Соответственно, если бы нам разрешили полностью заполнить лужники, мы бы это сделали, и было бы больше болельщиков, может быть, говорить о атмосфере, она была более эмоциональной. Давайте о ерунде, или хорошей, или просто помолчим. Ну, я не знаю, ты хочешь, чтобы это прокомментировал или что? Во-первых, расскажи, сколько бы ходило на «Торпеда». На «Торпеда», если бы открыли до 15 тысяч стадион лужники, за все матчи, за 15 домашних матчей «Торпеда», они собрали бы 15 тысяч. Вот, если в сумме, я думаю, так. Я, кстати, был на последнем матче «Торпеда» до ведения фан-иди, с «Зенитом» они играли, и там, кстати, было достаточно много болельщиков. Ну, мы же знаем, какая у них активная фанатка. И из Питера. Она же очень агрессивная активная фанатка у них, она у них одна из самых ультрас, и она не очень там массовая, но они, конечно, присоединились к этому движению. Но вообще, когда руководитель лиги говорит слова, что… Руководитель футбольного союза говорит слова, что атмосфера была отличная. Ну, конечно, да, если, знаешь, мы любим парады, и любим северокорейские вот эти парады, когда всем поднимают и все флажками просто так машут, то это не говорит атмосфере на футболе, потому что мы же видели, ну, я не знаю, Саня с нами не ходил, но мы с тобой видели, Сев, когда фанатов пускали на стадион, как себя ведут фанаты. На матче ЦСКА Тудросс? На матче ЦСКА Тудросс, на матче вот сейчас бей-беги народная команда, когда пускают фанатов, насколько сильно они заводят толпу, и они совсем по-другому болеют. То есть футбольные фанаты, ну, я не знаю, ну, мы же картинку… Если бы нас, как северные корейцы, отрезали бы оси от европейской картинки, то мы бы сидели радовались. Но когда мы видим болельщиков Дортмунда, а потом нам показывают, что наши фанаты ведут себя так же… Нет, но болельщики Дортмунда, они были одним из эталонов, идеалов всегда. И когда фанатские трибуны «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА» заполнялись полностью. Нет, просто… О чем говорить? Все мечтают побывать в Дортмунде, чтобы увидеть желтую стену. Да, просто реально, если сравнивать тот матч ЦСКА Тудросс, на котором мы были, может быть, это будет смешно, но именно по атмосферности… По атмосферности? Я же про что говорю? Чем на финале вчера. Чем на финале. Ну, просто потому что… Ну, чем почти на любом матче РПЛ без фанайди. Ну, точнее, с фанайди. С фанайди. Потому что это просто… Ну, это очень плохо, это невозможно. Не кажется, что… Ну, фанаты, то, что отказались ходить на футбол… Слушай, ну, здесь знаешь почему? Как бы выигрышная позиция руководства футбольного союза. Потому что у Краснодара вообще нет фанатов. Я про это говорю. В том понимании, как мы это все представляем. Ну, вот, ну, в прошлом году был финал в Лужниках первый за много лет, да, по-моему. И так совпало еще, что, во-первых, ну, не было фанайди, и так совпало, что действительно, ну, Москва, два клуба с большой фанатской базой, один из которых, ну, вообще, Спартак. Ну, болельщики Спартака, кстати, уже тогда активные, бойкотировали. Бойкотировали. И не приходили на финал. Да, но, в принципе, у Спартака болельщеская база очень большая. Нет, смотри, здесь, опять же… И тут любая команда бы на этом фоне, то есть любая афиша, ну, может быть, кроме Спартак-Зенит и Спартак-ЦСКА, она бы проигрывала тому, что было в прошлом году. Ну, даже в прошлом году, Саня, когда была там заполнена трибуна болельщиками Спартака, они себя все равно не вели, как одно целое фанатское движение. Они все равно были неорганизованы кусками. Там кричали, тут кричали. Все равно фанатка, она и есть фанатка, потому что это большая группировка, которая там готовит какие-то там, я не знаю, какой-то перформенс готовит, какие-то акции готовят. И это, конечно, заменить вот так просто невозможно. Я вспомнил, как я сидел на матче России-Египет на чемпионате мира 2018 года, и у меня соседом был Паскаль Цупербюллер, бывший вратарь сборной Швейцарии, который тогда, по-моему, входил, ему же сейчас ходит, технический комитет ФИФА. Да, ходит. Вот, и там гимн, там флаги, все, ну, реально было круто. И он такой, типа, блин, а что у вас так всегда, ну, вот на этом стадионе, на сборной? Да. Да, у нас там всегда. Конечно, конечно, нет. Ну, то есть, на мой взгляд, вот, действительно, тут была, ну, ситуация, которая была абсолютно очевидна, абсолютно понятна, абсолютно логична. После «Спартак-Динамо», ну, если не «Спартак-ЦСКА» и не «Спартак-Зенит», мы получим вот примерно то, что мы получили. При этом, по-моему, никто не был особо расстроен атмосферой, и все равно было достаточно приятно. Я хочу, я хочу все равно ложку дегтя внести, очень много после матча, по-моему, ты, Сев, я не знаю, ты или не ты, брал у «Спертиана» интервью, сегодня Али Сигун выступил. Нет, «Спертиан», Али Сигун, Ивич говорил о судействе. Да, о судействе. Давайте два слова о судействе. Что вчера в студии говорил Сергей Лапшкин? Смотри, мы вчера как бы сошлись во мнении, как бы Сергей Сергеевич вчера был в студии, в лайве комментировал каждый эпизод, и в принципе, в принципе, на девятку, он оценил судейство Безбородова. Так, хорошо, но это экспертная оценка вот где-то такого уровня. Переходим к более высокому. Что сказал Владимир Быстров? Ну, Быстров сказал, что там не было пенальти, стал орать, относиться по студии, вёл себя, безобразно вёл себя. Свисток в рот кому-то хотелось. Искал, кому свисток в рот запихнуть, да, там, на Родимова чуть не набросился. Ну, не знаю, но по мне, по мне, слушай, я не знаю, мог бы, если бы он этот пенальти не поставил бы, понятно, взорвался бы атрибутом все стороны ЦСКА. Но он был очевидным, мне кажется, в пенальти. Было. Контакт был, был. Упал ли Кучаев в лучших традициях? Быстрова? Собственно, да. И даже на этом же стадионе этот человек это делал. Знаешь, к чему Быстров прицепился, Саня? Он прицепился к тому, что он в момент контакта, типа, ещё один шаг сделал. Но когда ему говорят, слушай, ну ты, наверное, когда была у тебя физика, ты, наверное, не очень ходил в школу. Не всегда бывает, что на первом движении, если бы его кувалдой бахнули, конечно, он подкошенный упал бы. Но его был контакт, и, конечно, он по инерции, он вбегал, и по инерции ещё делал шаг. Но Али Сигун, который говорит об этом, ну как-то это немножко забавно. Потому что как он вообще там оказался, и зачем он вообще его трогал в этом моменте? Как он оказался там, понятно. То есть, когда Эдик говорит про пенальти, если он, допустим, в тот момент ещё не видел повтора, то есть, понятно, и Эдик же был рядом, и, собственно... И страховал его как раз в лицо. Фул вообще реально дурацкий, потому что Кучаев идёт в лицевую, да, Спирциан его встречает, ну там Максим Чоу. Ну, угловой был бы, да, самый большой, да. Да, ну либо там... Зачем он туда влез и сделал вот этот удар ему по ногам? То есть, когда Спирциан об этом говорит, это понятно, потому что, ну, с его точки, если он не видел повтора, ну, и он же реально не оказался. Понятно, что они убитые были после матча, убитые, точно ему не до просмотра было повтора. Ну, вот ещё я хотел сказать, я вчера просто был поражён, Владимир Ильич. Что, что он вёл себя так на лавке? Может, эмоционировать. Ну да, у него сейчас ещё аж рубашка вылезла вчера. Как он закатывал глаза вчера в первом тайме, да, то есть, как он судьям предъявлял. Блин, ну это круто, ну то есть, это было, это вот реально такое наблюдение, мы вообще не видели от этого человека такого поведения на протяжении, там, четырёх месяцев. Ну, финал, видишь, финал всё-таки, финал есть финал, и это один отдельно взятый матч. В принципе, я не видел, там, говорят, что там какие-то два фола было в центре поля, там, на Батче, на Алисигуне. Но был Спиртяна фолл, да, такой же. Поэтому мне кажется, что судейство вчера было, ну, я-то первый, кто ругает судьи, ты знаешь же, Сев. Ну вот как раз об этом я и спросил. Но вчера было судейство хорошее. Что очень много... Ну то есть, смотри, ну как бы опять же, сейчас мы, может быть, там отдельной строкой, но мы посмотрели накануне финал Лиги Чемпионов, да, как бы, ну то есть для меня лично, как для болельщиков футбола, финал Лиги Чемпионов более важен, чем финал Чемпионата Мира. Но я люблю, как бы, потому что, как в футбол, это может быть гораздо интереснее. И там был поляк, который эталонно провел... Который судил и финал Чемпионата Мира Мортиния. Да, но он провел эталонный матч, он задал достаточно высокий, там, градус борьбы, пытался не вмешиваться, остался в стороне и получил там высокую оценку своей работы. Поэтому, ну не знаю, мы, конечно, мы всегда свое критикуем, но мне кажется, Безбородов достаточно хорошо провел вчерашнюю игру. Ну, да, и Безбородов футбольный клуб «Краснодар», мягко скажем, не очень любит. Не, ну, послушай, не... Были несколько матчей «Спартак-Краснодар», когда судил... Да, там были вообще жесткие заявления вообще. Ну, были, были. Слушай, ну, я вот говорю, что, как бы, если я был бы руководителем клуба, наверное, бы я себя так же вел бы, да? Но, с другой стороны, вот сейчас я понимаю, что вот этими самыми заявлениями ты говоришь, что твоя команда играла идеально, очень здорово, если бы не судьи, вы бы выиграли. Как будто ты уже своих футболистов настолько выгораживаешь, что все вешается, там, все собак, давай повесим на судей. Но, не знаю, все-таки финал, ЦСКА хорошо. В общем, в среднем, более, более, ближе к победе. Быстрее, и, конечно, мы сейчас переходим к серии пенальти, да? Игорь, это... Не, до машины, слушай. Это просто невероятно, и меня впечатлило даже не то, как он, там, отразил удар первой Спертиана, да, понятно, с нарушением правил Батчи, или как он взял решающий пенальти за Сигуна. Вот в этой серии меня больше всего впечатлило его практически спасение после удара Рамиреса, реально хорошего удара, когда мяч летел на очень удобной высоте, он дотянулся, и чуть-чуть не хватило. И я думаю, что до вчерашнего дня об этом тоже далеко не все знали, но у нас есть список серии пенальти в карьере Игоря Кенфеева. И это... Рекорд? Это, ну, это рекорд наших сердец, я думаю. То есть это просто невероятно. У него одно поражение в сериях пенальти, я думаю, что все помнят. Ну да, да. И понятно, что даже в этой серии пенальти он отразил удар Ковачича. То есть в этой таблице не указаны удары, которые соперник там попал в штангу, либо промазал ворот. Это именно, который он попащил. Это именно сейвы. То есть в каждой серии пенальти у него есть сейвы. Послушай, я считаю, что, конечно, когда ты выходишь, я не знаю, ну, как бы я же не играл никогда в футбол, я не знаю, но мне кажется, когда ты выходишь бить пенальти, и перед тобой стоит Акинфеев, для тебя это, по-моему, когда ты сказал, мы вчера это в студии вспоминали, Франко Борези когда-то сказал, что я видел ворота огромные, но с каждым шагом, когда я шел бить пенальти, Борези, человек, который выиграл вообще все в своей жизни, и который промахнулся в Америке, там, на финале чемпионата мира, он сказал, что с каждым моим шагом ворота становились меньше, а вратарь огромнее. И он, когда я подошел бить пенальти, и как будто там некуда бить. Я понимаю, когда стоит Акинфеев, ты понимаешь, что ты должен идеально пробить пенальти, иначе он потащит пенальти. Потому что он же чуть не потащил пенальти от... Рамирс? Кто там перебивал? Спертиан. Перебивал Спертиан, потом... Он отразил первый, чуть не отразил второй. Ну, практически. Угадал, угадал. Он только не угадал, когда бил Алонса. Алонсо его разложил. Почему Алонсо так выдохнул, вот за глаза. Мне казалось, что он не забьет. Я тоже был уверен, что он сейчас по центру ворот, пока не как следующим ударом сделал бачи. Или кто? Алисигун, кто последний не забил? Алисигун. Вот у меня отец сказал, в принципе, я с этим согласен, что когда игроки Краснодара подходили, вот было ощущение, что они реально очень напряжены. И я у ЦСКА такого не видел. Вот у меня отец сказал, что я был не уверен только в Караскале. Но Караскаль очень неуверенно забил. Ну, в Караскале... В принципе, почему он был не уверен в Караскале, я тоже понимаю. Ну, да, да, потому что... Что вы думаете по его будущему? Слушай, мне кажется, что было бы логично, чтобы ЦСКА спокойно отпустила Караскаля и за эти деньги купила бы себе кого-то другого. То есть я думаю, что все равно он... Ну, то есть будущего у него нет, ЦСКА. Ну, точно да. Ну, точно, в смысле, точно нет у него будущего. Он никогда не сможет войти в схему Федотова. Федотов никогда не смирится, что у него будет на поле свободный художник, который будет делать все, что захочет, не по установке тренера. Мне бы хотелось первое рождение, но я скорее склонен согласиться с вами с тем, что, возможно, уже даже на старте следующего сезона к Караскале... Караскаля в ЦСКА. Ну, мы надеемся, что у тебя получится в летнюю паузу взять большое интервью с Федотовым, с Владимиром Валентиновичем, и он, наверное, уже вздохнет, потому что у него блестящий все-таки сезон. Надо признать, что ЦСКА провела блестящий сезон. Все, что они могли, они забрали. Они взяли второе место, взяли кубок, взяли трофей, который, по-моему, в 2018 году, да, у них был последний трофей? То есть пять лет команда была без ничего. А, не, у них был суперкубок. Да, ну, вот, по-моему, за пять... Суперкубок, когда забил Хентак Кассонов. Пять лет они ничего не выигрывали, все-таки они взяли трофей. Учитывая, что мы все говорим, что разыгрывается только второе место, они его взяли. Это второе место. И вот, мне кажется, на примере этого, допустим, на примере концовки сезона Интера, это тоже, что мы любим футбол. То есть ЦСКА, допустим, заняла бы четвертое место и проиграла бы финал кубка, а это, ну, просто нужно было проиграть два матча. Два матча, да. Это был бы провал. Интер, Инзаги только что увольняем. Ну, да. В итоге Лигу Чемпионов спокойно заходим, два финала, и какие финалы. И здорово играл Интер. Поэтому я хочу еще раз там, да, получается, мы помним, как заходил Владимир Валентинович в ЦСКА, там немножко была обида со стороны Сочи, да, такая какая-то был скандал, но руководство ЦСКА угадало полностью и сделало ставку. Был скандал не со стороны. Да нет, ну что там гадать-то? Что там гадать было? Ну, в смысле, к тому, что они на... Сочи, пятое, второе место... Настояли, настоялись, что они этого тренера выбрали, и, как бы, видишь, он им дал результат. Ну, они, как я понимаю, опередили и Динамо. Динамо тоже хотел... Ну, Динамо и Спартак, ну, Милежиков про это даже публично говорил, что они тоже... Смотрели, да? ...как минимум интересовались. Я не знаю, там вступали они в переговоры. Сейчас какое-то затишье, и вообще никто ничего не обсуждает. А что с Динамо? Ну, вот это странно, знаешь, как будто бы в начале мая было больше активности. У меня такое впечатление, что у них лист Бувача закончился со всеми тренерами. У него были желтые страницы, значит, кто получал последние 15 лет категорию ПРО в чемпионате Сербии. Ну, наверное, да, потому что, по всей видимости, им отказали все сербы, а к другому рынку он пока вообще не готов приступить, потому что, ну, как будто они только ищут серба-тренера. Там, кстати, пишут про то, что как раз Киржаков в обратном направлении может поехать в Сербию работать. Ну, я не знаю, сейчас вот, я не знаю судьбу там Киржакова, но Динамо, действительно, я так понимаю, что летняя пауза очень короткая, потому что суперкубок уже через... Месяц. Нормальный. Да не, ну... Ну как, 16 июля? Слушай, ну, очевидно, что, то есть, они сейчас с кем-то разговаривают, но у них, ну, то есть, сегодня... Саня, ну ты понимаешь, да? Сегодня 12-е. Но через неделю выходи. Через неделю будет 19-е число. Ну, выходи 20-го. У них месяц до сезона, да, потому что там 23-го, да, там 22-го начнется чемпионат, не, очень мало времени. Так ты понимаешь. Человек, очевидно, ну, скорее всего, потому что у них... Пятый-шестой в списке. Первый Николич, скорее всего, человек, с которым они сейчас он, мягко скажем, не смотрел там последние... Ничего. ...два месяца. Ну да, потому что у них... Поэтому мы верим в Павла Алпатова, получается, как Игорь Пящук. Ну, наверное, может быть. Может быть, они вернутся к кандидатуре какой-нибудь там... Попробуют. Не, ну, если серьезно, конечно, хочется. Ну, я не знаю, ну, я не знаю, я не хочу в это верить, конечно, не хочу в это верить, что такое вообще может произойти, но... Что именно? Но что Слуцкий может... А Слуцкий? Да не, ну Карпин и Черчесов, это для них была бы победа в этой ситуации. Ну, смотри, Слуцкий... Реально, для них это была бы победа сейчас. Тинамо двигается в сторону прям гипермедийности. И для них, как будто Слуцкий входит в эту концепцию. Ну, то есть, если они хотят там тоже выступать в какой-то программе, там, допустим, шоу делать, то есть футбол вообще завязать, чтобы у них было побольше стадиона, и они будут тогда чуть-чуть времени играть, там, два тайма по 15 минут, все остальное будет на стадионе шоу. Тогда, конечно, да. Ты сейчас выступаешь уже как продюсер? Да, как продюсер. У меня есть концепция. У тебя есть концепция, где там будет... Да, да, как собирать стадион. Там футбола не будет, но как собирать стадион? Но вот сейчас в данной ситуации, Сев, если они смогли бы получить Карпина или Черчезова, для них это была бы реальная победа. Ну, а если они вот возьмут Слуцкого, что ты будешь думать о Динамо? Я не хочу говорить это вслух, потому что они смотрят нашу программу. И не хочу их оскорблять, потому что они пока не взяли Слуцкого. Надеюсь, что не хватит, то мы этого не делаем. Лично это людей не оскорбляют. Мечта оскорбляют людей. У нас последняя программа в сезоне, а ты все еще не в футболке с Заремой. Я одену первый раз, я обещаю, обещаю. Это мой косяк, я первую программу. Какой бы у нас значимости гость не было, у нас тут планируется хороший гость на следующий сезон, я приду в футболке с Заремой. Обещаю. Давайте послушаем, что Александр Валерьевич Дюков сказал про судейство в этом сезоне, потому что здесь тоже есть что обсудить. Нас не устраивает качество судейства, есть еще над чем работать, но мы видим положительную динамику, количество результативных ошибок, которые совершаются, ошибок, которые не исправлены в АРА, они устойчиво снижаются. Я, честно, не понимаю, как вообще... То есть, у меня такое впечатление, что он занимается «Газпромнефтью», или как его компания называется, и когда он идет на футбол, он не смотрит вообще никогда этот футбол, вообще не смотрит, что происходит, вообще не читает, никакие телеграм-каналы не читает. И вот прямо, когда идет он на интервью к Севе, ему дают какую-то бумажку, он ее посмотрит, Саня, ну какая динамика снижается? По поводу последнего ты прав, и это нормально, что его готовят к публичным выступлениям, я здесь вообще ничего плохого не вижу, и какие-то тезисы должны прописываться, но был отличный текст в «Спортэкспрессе» от Александра Боброва, одного из немногочисленных, собственно, людей, которые пишут у нас о судействе, и на которых мы стараемся где-то ориентироваться, и там был задан вопрос, собственно, по вот этим папочкам, которые подаются Дюкову, что такое ошибка, почему там их количество снижается, то есть это вопрос скорее к людям, которые подают эти бумаги. Нет, я ничего не говорю, я вам... Смотри, нет, просто у Дюкова еще есть такая аргументация, он это рассказывал мне, просто мы этот фрагмент не ставили, про то, что к судьям реально всегда так относились, просто у тебя забывается это, это во-первых, во-вторых, сейчас реально перегрето инфополе, сейчас очень много текстов, телеграм-каналов, источников информации, стало больше экспертов, если раньше это был, ну, я имею в виду не из бывших судей, это был один Бобров, ну, объективно, то сейчас у нас есть Лапочкин, у нас есть Федотов, у нас есть Бобров, у нас есть Адлёрф, все это разбирают. Перечислил двух, трех бывших судей, два из них работали в РПЛ. Раньше, допустим, не было судей с телеграм-каналом, но не было судей с... Он тоже работал, человек работал всю жизнь. Не было судей с телеграм-каналом, как Федотов, Который мог бы прямо в прямом эфире вам говорить, ой, тут ошибка, а тут это. И не было такого количества каналов, которые бы тут же это разносили. Нет, согласен, Сев, я согласен, что сейчас все больше публичности. И они же, ну мы же к этому идем. Это же, как бы, ну говорить о том, что ошибок, допустим, стало меньше. Или результативных ошибок стало меньше. И эта динамика, как бы, идет на снижение. Поэтому руководство надо похвалить. Тоже как-то, ну, сомнительно. Никто не говорит, подожди, он же вначале сам говорит, что нас не устраивает качество судейства. Да, но, но, тенденция есть к улучшению, он добавил потом. Если бы была точка, что, ну, он бы доставил бы в эту фразу, в том, что у нас есть большое количество ошибок. И мы должны продолжать делать что-то, чтобы их исправлять. Это была бы отличная фраза. Отлично было бы. Потому что, ну, все понимают, что есть проблема. Но говорить о том, что эта проблема уменьшается, пока я не вижу. Потому что, ну, мы тут сами обсуждали, что судей больше не стало. Судей стало настолько мало, что человек, который дисквизирует. Через тур начинает опять судить. То есть, если вот так вот по-хорошему, то к концу чемпионата у нас должно было остаться, не знаю, там, два судьи. Потому что все остальные должны были бы дисквизицированы. Да, это все так. Давайте чуть-чуть обсудим финал Лиги чемпионов. Тимур, ты очень хотел это обсудить. Не, я не то, что хотел это обсудить. Но я, как бы, вчера сказал, сегодня повторю, что я абсолютно согласен с Денисом Казанским, что... И это, кстати, ты абсолютно согласен с Денисом Казанским. Я знаю, какую фразу ты хочешь сказать. Да. Но это написал не Денис Казанский. Не Денис Казанский. Ну, окей. Видишь, телеграмм-каналов много, а ты еще не знаешь, что такое репост. А, окей, хорошо. Но фраза мне понравилась, потому что... Слава Палагин на авторспортс.ру На самом деле, на самом деле, честно, я не ожидал такой игры от Интера. Интер абсолютно прям дышать не давал Сити. Они врезались просто друг в друга в центре поля. Они прям, ну не знаю, на каждом кусочке поля грызли друг друга. Прям реально Интер показал, что в Сити можно играть в футбол. До недавнего времени я понимал, что невозможно в Сити играть в футбол. Ну, может быть, травма Дебрюйна там сказалась как-то, что они там немножко оставили. Потому что Фоден там, конечно, это не Дебрюйна. В голе поучаствовал. В голе поучаствовал, да. Но, как бы, в общем и целом, конечно, финал, мне кажется, что с футбольной точки зрения был крутой. Не очень зрелищно, но очень крутой. И, конечно, это несчастье какое-то с этим Лукако в этом году. Что там, что в матче там с Хорватией, что вчера, ну и что позавчера там. Ну, конечно, из таких позиций такой форвард, когда не забивает. При этом его выход же реально перевернул игру. И вот все, что касается последнего удара, он все очень классно делал. Да, доход. Скидывал туда, куда нужно. И действительно, вот когда я видел... И открывался, и перед передачей делал. Ну, все было хорошо. Да, я видел, как Андре Анана вот выходит за штрафную и готовится к передаче. И я сразу вспоминаю, как его выгнали из сборной Камеруна. Из-за этого. За очень современный стиль, да. Человек так играет классно на фенале Лиги ЧМО, но из сборной Камеруна его за это выгоняют. У меня большое впечатление, конечно, что Гвардиола даже здесь, когда Манчестер Сити был явным фаворитом, все равно что-то придумывало необычное. И Стоунс... Мы привыкли к тому, что он передвигается в упорную зону, но он уже обычно передвигается с позиции центрального защитника. Здесь он выходил правым. И когда во втором тайме Георгий Щеданцев говорил о том, что готовится замена Мануэля Аканжи на Кайло Уокера, он говорил, что это замена по позиции. Это было в минуте на 70-е, при том, что Мануэль Аканжи играл 70 минут на позиции центрального защитника. Но, видимо, это была замена по позиции. Кстати, обратите внимание, сколько раз Аканжи поджимал атаку. Он прям боевая единица для атаки. То есть вообще, ну, Гвардиолы футбол, конечно... И Стоунс, ну, ты Стоунс... И Стоунс постоянно был там, у Чужой штрафной, в первом тайме, особенно, когда позиционно Мануэль Сити атаковал. И вот, блин, ну, Аканжи, Стоунс, Акки, ну, это что, топ-защитники? На момент, когда они приходили в Сити? Нет, 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 точно не топ, но, наверное, они объемные, дисциплинированные люди, которые нужны для того, чтобы были такие звезды, как Дебрюйна, или там могли раскрыться и играть, там, я не знаю, творить там впереди. Ну, наверное, нужны люди, которые... Что может помешать Сити оформить вторую лигу чемпионов подряд? Честно, пока не понимаю. Все, что угодно, да? Ну, смотри, у них Гюндаган, Гюндаган перешел в Барселону. Ну, еще не перешел. Ну, скорее всего, перешел. Говорят, что якобы чуть ли у него личный контракт уже не подписан. Это все-таки серьезная потеря будет для них. Я не знаю, мне кажется, что следующая атака саудитов будет на Дебрюйна. Кочич переходит в Манчестер-Сити, скорее всего. Морес переходит тоже, вроде бы, сегодня получил предложение из Саудовской Аравии тоже. По-любому, Сити найдет, кем заменить. И видишь, то есть, допустим, мы уже говорили в этой студии, Грилиш, который очень удачно провел прошлый сезон, и запорол момент в полуфинале с Реалом, который должен был сделать счет 2-0. Нет, это ты сам сейчас себе говоришь, и сам себе будешь противоречить. Потому что, нет, я сейчас скажу почему. Потому что сложно с листа войти в футбол Гвардиола. Должно время. Да, да, да. Поэтому, допустим, я не удивлюсь, если уходит, допустим, Гюндаган, и в следующем сезоне мы увидим в какой-то невероятной новой роли, или просто в качестве игрока стартов состава Филлипса. Ну, может быть. А может быть, этого парня, который блистает сейчас в Эстхеме, тоже они попытаются купить, да, этого? Райса. Да, Райса. Ну, там есть... Потому что он тоже, как бы, на эту позицию похожий, что... Ну, не знаю. Короче, я думаю, что Сити со своими бабками разберется, но потери понесет. Можно сказать, что теперь мы уже не воспринимаем Сити, как вот этот тупо денежные мешки, а вот такой прям... А мне кажется, что это не сейчас произошло. Сев, пожалуйста, давай обсудим зарплату Холланда. Нет, давай Гвардиолы. Я могу обсудить. Гвардиолы. Ну, это все обосновано. Ну, это больше обосновано. Это приносит гораздо большую прибыль и финансовую имиджу, чем... Чем в чемпионате России. Тут бесспорно. Но это не только, к сожалению, или не к сожалению, просто как факт, это не только вина Зенита. Ну, да. Нет, это вообще РПЛ происходит. Здесь, конечно, да. Они там огромные деньги зарабатывают в Сити. Но, конечно, то, что они когда-то вложили, ну, просто чудовищные деньги в зарплату Гвардиолы... Ну, они вообще перевернули, да, можно сказать, индустрию? Ну, думаю, да. Да нет, ну, первым Челси. Ну, с другой стороны, мы видим путь, я не знаю, он для меня очень странный, если мы на секунду еще задержимся в АПЛ, но потому что все-таки сейчас это как бы там главная лига, главная лига там футбольного мира. То, что происходит, то, что думали, что будет происходить с Нью-Каслом, они не пошли по этому пути, хотя... Ну, подожди, сейчас под лигу чемпионов, хотя их хозяева самые богатые в мире. Если ты вспомнишь, как начинал Сити, они тоже не прям сразу, типа, они купили очень дорогого Робинио, еще пару дорогих трансферов, но тем не менее... Робинио это было еще при предыдущих владельцах, при тайцах было. А Манчини, по-моему, да, первый был тренер, когда они выиграли Челси? Да, но был Хьюз, нет, Сева правильно говорит, насколько я помню тоже, что действительно не было там каких-то супер-трансферов сначала, то есть были трансферы типа компании из Гамбурга, который там не воспринимался... Который потом стал легендой Сити. То есть это был просто перспективный... Ну, поэтому вроде как бы, знаешь, Нью-Касл вдруг, который появился и отжал место у Ливерпуля в четверке, да, но зато видишь, там какой-то прогресс идет, там нет такого, что четверка закрыта, это четверка. Но давай тоже, опять же, надо быть чуть-чуть объективными. Нью-Касл очень много денег потратил на Исака и очень много денег потратил на Геморрайса. Ну, это все равно не мега-звезды. Это тоже правда, но я думаю, что сейчас они будут усиляться, и, допустим, ну, я думаю, что никого не удивит трансфер Мэдисона, допустим, у Нью-Касла. Ну, да, посмотрим. Телеманс восстановил и переходит. Ну, да, да, но Телеманс как свободный агент там... Понятно, да, но там у Лестера, я думаю, что сейчас все будут уходить свободными агентами, там наверняка у них есть... Хотя же мы же знаем, что там в Англии есть подушку, которую им дают, когда ты вылетаешь, чтобы ты не всех потерял. Да, но, в принципе, там могут быть трансферы в этой лиге, конечно, абсолютно любые. И главное, опять же, если говорить про Нью-Касла, я думаю, что это выбор тренера, который... А нас волнует только трансфер Коваленко, да, ты? Да, в Локомотив. Да, тебя это же волнует. Тебе же только РПЛ волнует. Там уже никакой интриги. Я предлагаю закончить моментом, когда был решающий пенальти Алиси Гуна. Я смотрел на трибуны и снимал болельщиков в Краснодаре, и там один рыжий мальчуган был прям... Плакал. Мы начали просто с хорошего момента, с Константина Кучаева, но, да, радости, грусть, горе... Ну, да, было очень близко. Идут рука об руку по этой жизни. Друзья, это был первый сезон итогов. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вам в этом сезоне понравилось, что вам в этом сезоне не понравилось. У нас было, по-моему, очень много гостей хороших. У нас было много хороших гостей. Были гости, конечно же, не очень. Сейчас список пойдет. Титры пойдут. Да, ну, обязательно пишите. Я задавал этот вопрос в своем телеграм-канале. Всем, кто отписал, спасибо большое. Там вам хорошие отзывы. Мы будем стараться и через месяц, а может быть даже чуть меньше, мы уже вернемся и действительно будем обсуждать трансферы, деньги. Я думаю, что переподписание нового контракта малко бы, естественно. В общем, несколько недель отдохнем, но Медиалига на канале «Твой был брат» остается. В четверг на этой неделе, скорее всего, будет запущен новый формат, в котором буду я. А через неделю, может, еще один новый формат? Да, в котором мы будем селые. Так что подписывайтесь, смотрите. Поэтому итоги в отпуске, но канал не в отпуске. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Мы будем работать и надеюсь, что вас радует. Ну, а теперь посмотрим на грусть юного болельщика Краснодара. Субтитры сделал DimaTorzok